Добрый день, друзья! Меня зовут Николай Стрельников, и сегодняшняя наша тема это безалкогольный алкоголь. Прежде чем начнем, большая просьба, если вы не подписаны, подпишитесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчик. Это очень помогает продвигаться нашему каналу и в целом делать интересный полезный контент для вас. Поехали! Тема алкоголя в кофейнях достаточно актуальная. То есть в этом плане всегда миксологи, кто работают с разными напитками, они понимают, что добавление алкоголя, оно может сильно разнообразить вообще вариации того, как мы можем делать кофейные напитки и какое количество их можно делать. Существует огромное количество всемирно известных кофейных напитков с добавлением алкоголя, такие как Irish Coffee, кофе с Bellis, черный русский, эспрессо-мартини и так далее. При этом сам по себе алкоголь в кофейне далеко не всегда возможно вводить, потому что нужно получать алкогольную лицензию, а по законам алкогольной лицензии у вас и площадь, и соседство у вас должно быть регламентировано. И в целом это дорогое дело ввести алкогольную лицензию. Поэтому большинство кофеен у нас в России и во всем мире, они работают без алкоголя. С идеей из продукции Дринксам я познакомился случайно где-то год назад, когда на одном из курсов по миксологии у нас в тренинг-центре появилась бутылка безалкогольного рома. И я тогда удивился, насколько вообще ароматика и вкус могут точно повторять именно вкус рома. Когда уже мы готовились к этому ролику, мы плотнее пообщались с ребятами из компании Дринксам и соответственно узнали, что это вот новый тренд, который сейчас набирает обороты. И вообще считается, что в этом году это будет одно из таких самых активно развивающихся направлений вообще в барной индустрии. Немного о компании Дринксам. Этим ребятам чуть больше года. Они находятся в Москве и производство у них также в Москве. У них сейчас в линейке 19 позиций. В этом году они планируют расширить их до 55 позиций. И они уже за этот год себя хорошо зарекомендовали. С ними работает более полутора тысяч заведений по России, СНГ и даже в Арабских Эмиратах. На самом деле, вот что касается арабских стран, я думаю, там в этих странах это будет очень востребованная продукция, потому что сухой закон и запрет на использование и потребление алкоголя в этих странах будет востребовано использовать какую-то продукцию, которая может имитировать вкус алкоголя, но при этом оставаясь абсолютно безалкогольной. Теперь немного поговорим о самом производстве. Ребята используют абсолютно натуральные ингредиенты. Здесь у нас в основе вода идет. После этого также они добавляют в зависимости от вкуса. Это могут быть выжимки, дистилляты безалкогольные, выварки, специи, травы, настои. Используя разные сочетания разных продуктов, ингредиентов. Достаточно удачно получается воссоздать вкус и аромат, которым они имитируют. В линейке у них есть много разных позиций. Мне на самом деле нравится виски Highland Scotch, виски, ароматика прям виски. Если бы я не знал, что это не виски, я бы очень удивился. Во вкусе, конечно, алкоголь не чувствуется, не чувствуется вот эта спиртозность, но при этом сам вкус очень хорошо повторяемый. Джин. Dry London London Gin. Ну такой еловый аромат. Конечно, джин у него очень сильная спиртовая составляющая именно в ароматике идет, то есть он сразу бьет по носу. Здесь в аромате она больше напоминает именно швепс такой, немножко слегка выдохшийся. То, с чего вообще началось мои знакомства, это Pirate Dark Rum. Да, такой сладкий аромат карамелизованного сахара, тростника, возможно. И единственное, что смущает, это отсутствие вот спиртов в аромате. В линейке у ребят много разных вкусов есть и у них есть, к примеру, Orange Angabitter. Это возможность делать, к примеру, безалкогольный... Безалкогольный Old Fashioned. Давайте попробуем самые интересные позиции для меня лично. Мне интересно их попробовать в чистом виде, а после этого уже приготовить напиток и посмотреть, как они сочетаются с кофе и с другими ингредиентами. Первым, конечно, пойдет виски. В составе. Вода артезианская, подготовленная, фруктоза, полидекстроза, глицерин, натуральные ароматизаторы, регуляторы кислотности лимонные, яблочные, щавелевые кислоты, краситель карамельный, коллер, консерванты. Также мне интересно, конечно, попробовать джин. Вода артезианская, натуральные ароматизаторы, глицерин, регулятор кислотности, соль морская, консерванты. такой звук прям как в пятницу просто вечером рома обязательно ну помимо воды сахар натуральные ароматизаторы регулятор кислотности и я хочу еще попробовать вермут красный вермут составе вода сахар концентрат соковый красного винограда полынь горькая натуральные ароматизаторы регулятор кислотности или лимонная яблочная винная и аскорбиновая и консерванты виски сюда прям хочется сразу люди кущу ну да конечно это не виски и во вкусе нету спиртов но есть прикольное ощущение на послевкусие появляется такая горечь как будто бы вот после алкоголя какая-то вот то есть здесь вот за счет трав специй в конце имбирная такая вот горечь я чувствую здесь распознаю интересный вкус джин да но здесь за счет трав за счет еловой составляющим горечь такая вот она похожая на на джин я думаю что вот эта горечь и ароматика они в первую очередь и будут хорошо сочетаться в напитках то есть чисто виде понятно это не алкоголь тут сразу читается ощущение правды идет на этапе аромата когда идет глоток есть понимание сразу что это не алкоголь а вот уже после вкусе спустя вот минуту опять возникает ощущение что как будто бы алкоголь был ром тоже за счет специй трав на послевкусие возникает ощущение алкогольные аромат менее выраженный на мой взгляд то есть все таки вот что у джина что у рома какая-то спиртовость еще не хватает ее для того чтобы четко вот картинка сложилась у виски у меня прям полностью складывается ощущение пазл что это это как будто бы это настоящий алкоголь и вермут вермут вообще прикольный он сладкий десертный то есть вообще в целом сладкий десертный алкоголи чем слаще тем меньше он чувствуется соответственно вот здесь прям стопроцентное попадание для меня даже в чистом виде такое ощущение что как будто бы алкоголь и есть поэтому вот напитки на основе вермута я думаю что они будут прям очень хорошо совпадать с оригинальными напитками давайте сейчас я приготовлю кофейный коктейль вместе с виски я буду готовить айриш на мой взгляд это классический такой кофейный напиток с использованием алкоголя и посмотрим как с безалкогольным виски у нас будет сочетаться все это и что мы во вкусе почувствуем давайте приготовим безалкогольный айриш кофе я этого дудя вспоминаю давайте приготовим безалкогольный айриш кофе для своего рецепта мне потребуется 2 эспрессо 10 грамм сахара 40 миллилитров безалкогольного виски и сливки 30-процентные я их слегка взобью сейчас я приготовлю двойной эспрессо и так мы выливаем эспрессо в бокал сюда 10 грамм сахара сейчас сюда 40 грамм безалкогольного виски 90 грамм горячей воды все хорошенько перемешиваем я в шейкер и налил холодные 30-процентные сливки и их сейчас слегка за воздушу для того чтобы сделать более воздушную текстуру для того чтобы было более контрастное разделение сливки и черная основа я их перелью в питчер и для того чтобы был более контрастный рисунок я буду выливать сливки в стакан по ложке 50 грамм сливок напиток готов на виски чувствуется это хороший баланс то здесь хорошо чувствуется кофе немного сладости сливочная составляющая ее можно было сделать меньше с учетом того что вот это спиртозности от алкоголя нет как таковой есть только лишь привкус ощущение того что тут есть виски и за счет этого сливочную часть я бы следующий раз делал поменьше бокал 230 миллилитров я бы брал не 50 миллилитров сливок а 40 и тогда здесь бы лучше еще чувствовался кофе опять таки я здесь использовал два эспрессо это отличная вариация безалкогольного айриш кофе всем рекомендую друзья для всех наших подписчиков кто смотрит этот ролик действует скидка 25 процентов по ссылке в описании на сайте озона вы можете купить продукцию ringsum промокод также в описании ребят большой достаточно ассортимент разных алкоголей безалкогольных что дает вам возможность смешивать между собой сочетание с другими ингредиентами делать кофейные напитки безалкогольные не кофейные напитки чайные коктейли и так далее напишите в комментариях кто уже работает сам drink или еще если не работали нам очень важно от вас обратная связь потому что на мой взгляд это супер идея которая позволит вам не только разнообразить меню но и в целом больше зарабатывать подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем спасибо пока а я не знаю уже а я как бы решил а почему нет а и Субтитры подогнал «Симон»